Здравствуйте, в эфире Вести Чукотка, студия Вероника Токмачева, я и мои коллеги. Расскажем вам о главных событиях в округе. Около сотни пассажиров не могут вернуться на Чукотку в силу непреодолимых обстоятельств, неблагоприятные погодные условия в Пивеке и сильное задымление из-за пожаров в Якутске. Люди были вынуждены почти неделю ожидать своих рейсов. Напомню, что сейчас из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы в Пивеке добираться до Москвы жители с самого северного города страны могут на самолетах малой дальности с двумя посадками, а обратно с одной посадкой в Якутске. Оттуда до Пивека летают DHC-8, которые могут взять на борт только 45 человек. Правительством региона совместно с перевозчиком была достигнута договоренность об увеличении частоты рейсов, но из-за погодных условий авиакомпания сильно отстала от намеченного графика. Последний борт из Якутска в Пивек прилетел еще на прошлой неделе. И отставание от графика сложно было наверстать. Говорю, то ситуация с пожаром в Якутске там вынуждена, задержка была порядка недели. То метеоусловия аэропорта Пивек, ну вот уже буквально сегодня, 18-го числа, два рейса должны быть выполнены. И видит авиакомпания, что в ближайшие два-три дня они наверстают и встанут в расписание. Со своей стороны ситуацию видим, общаемся постоянно с авиакомпанией, тоже понимаем, что там здесь люди жалуются на неудобства при размещении, о том, что приходится за счет своих средств. Ну понятно, что это все в последующем возмещается, да. Но тем не менее, там просим потерпеть, сейчас авиакомпания встанет в расписание и будет там проще, да, миновать вот эти там несколько промежуточных точек.